Всем привет! С вами Алис, канал Бережлаб. Сегодня говорим о канонах и землетрясениях. Начинаем узор, как обычно, солнца. Включаем наш кинотеатр и смотрим, что происходило за последние часы. В общем-то, в целом, активность небольшая. Но вот здесь вот произошло выделение, но не направленное в сторону нашей планеты. Давайте посмотрим последний кадр. Но вот здесь вот видно, если присмотреться, вот такая рассеянная плазма. Несколько минут назад она лучше была видна. Что же происходило? Вот вспышка M1.8, и после этого мы видим, что возвращается практически все к норме. Мы видим к зеленому уровню. И, соответственно, вероятности небольшие. Вспышек C-класс 99%, M-класс 40%, X-класс 5%. Вопрос, какая зона сыграла? И, вы знаете, сыграла новая зона, 34.55. Я так понимаю, что как раз мы ее вчера обсуждали, чтобы ей дали номерок. И вот в итоге ей дали номерок, и она сразу благодарно произвела вспышку M1.8. Это на 10 часах. Давайте на нее посмотрим. Да, вот она как раз еще толком не развернулась, не подвернулась, но уже показала свой нрав. Плюс 34.51, 34.52. Далее активные зоны, 50-е, вот здесь вот 53-е. Но остальные от нас уже отворачиваются, они особо интерес не представляют. Давайте посмотрим статистику. Статистику у нас 56 пятен, получается, в 9 активных зонах. Одну оранжевую 34.50. Зона 34.55, всего лишь одно пятно, видите, но выстрелило сразу на M1.8. Ну и вот здесь видно, что нестабильна эта зона, да, в этом диапазоне. Видно, что там какие-то процессы происходят. И, кстати, вот одна еще потенциальная зона видна рядом с экватором Солнца, да. Судя по всему, здесь будет пятнышко, наверное, дня через два мы увидим точно. Ну и вот здесь вот зона протуберанца тоже просматривается. Здесь потенциальная дыра. Давайте глянем на наше светило. Вот одна дыра здесь никак не открылась, протуберанец чуть-чуть стал выраженнее, да. И вот здесь вот еще одно такое сочетание. Здесь тоже пытается какая-то дыра образоваться. И вот здесь вот активная зона. Ну, кстати, здесь такое ощущение, что 55-я она еще полностью не развернулась, не показала свой потенциал. Здесь видно за горизонтом такое свечение. Ну и процессы, которые там происходят, тоже представляют внимание. Так, давайте вернемся на Землю, посмотрим, что здесь. У нас 3 с плюсом, 3 с минусом. Такая активность довольно-таки средненькая. Прогноз тоже в районе 3 плюса. Вот будет в ближайшие дни. По вулканам у нас остается вполне-вполне стабильным. Ситуация так, 64 вулкана при норме 40. Просто удивительно поразительно, насколько это стабильно. Но, но есть новости по поводу сейсмичности в районе Кампи-Флегре. Это вот здесь Италия, рядом с городом Неаполем, практически в городе Неаполь. Ну вот, и появились статьи, наконец-то пошли, что вот этот супервулкан, как считается, уничтожил популяцию неандертальцев. И что он приближается к новому извержению. Так, и считается, что это самый разрушительный вулкан Европы. И вот на прошлой неделе было землетрясение 4,8 магнитуды. Даже были уже, оказывается, составлены планы эвакуации для полумиллиона человек. Но остается угроза для города вулкана. Так вот, последнее мощное извержение было, как супервулкан, 39 тысяч лет назад. То есть, достаточное количество времени для повторения. И тогда считается, что температура средняя в Европе на несколько лет опустилась больше, чем на 10 градусов. И, в общем-то, тогда проблемы были у неандертальцев. А поменьше было извержение где-то лет 500. Надо сейчас об этом тоже поговорим. Ну вот, этот Карло Дальоне, директор Национального института геофизики и вулканологии Италии, заявила, что за последние месяцы сейсмическая активность еще больше возросла на вулкане. И, похоже, она не прекратится. Да, и вот вчерашнее землетрясение М4, оно показывает, что прогноз не особо хороший-то пока что. Ну, конечно, оно может все это остановиться, мы наблюдали это в Исландии. Но в долгосрочном прогнозе оно все равно пробьет. То есть, даже вот свежий опыт показывает, что может быть не в этом году, а к следующему или через два года. Так что, если вы там приобретаете недвижимость, то лучше не делать этого, либо избавиться от нее. Так, что еще пишут? Что последнее извержение было в 1538 году, с 29 сентября по 6 октября. Как раз ведь практически юбилей можно справлять. И тогда появился шлаковый конус Монта-Нового, или она в переводе называется как Новая гора. И впервые тогда люди могли наблюдать, как начинает расти вулкан. Потому что изначально в ней была трещина, из которой пошли пепел и пемза. Ну, то есть, там присутствие, судя по всему, воды было. И тогда вот пострадало население городка Триперголя. Слушай, какое-то интересное название. А из извернутых вулканов материалов вырос холм высотой в 140 метров, который сейчас находится. И больше ничего не происходило на нем. То есть, сейчас он там порос растительностью и вокруг там селения. И если сейчас что-то там начнется, то, естественно, будет совсем все по-другому. Так, что еще интересного? Здесь центральная ява сообщает про вулкан Сламид. На котором также с конца сентября выросла сейсмическая активность. То есть, где-то в среднем 168 мелких землетрясений в сутки происходит. Да, там же так и Семеру в восточной яве. Затем Катмай. Вот здесь вот на Аляске, что о нем говорят. Выбросил пепел на высоту полтора километра. И Сангай в Аквадоре здесь 6100 метров, 6400 метров над уровнем моря. И Ревентадор 4300 метров над уровнем моря. Вот такие вот у нас интересные сегодня довольно-таки вулканические новости. Давайте перейдем теперь, посмотрим сейсмичность. По большой сейсмичности, по крупным землетрясениям у нас 44 землетрясения за последние 7 дней. За последние дни мы можем увидеть вот здесь вот 5,3 на глубине 13,6 километров в Таджикистане. На самом деле там 3 землетрясения произошло, о чем я вчера разместил пост, сегодня утром разместил пост в Таджикистане. И вот в Индии тоже 5,4 произошло на глубине 10 километров в Восточной Индии. Но в общем-то там готовилось, да, там мы видели, что были перед этим землетрясениям, был и период затишки. Ну, то есть все по классике. 5,7 в Новой Ирландии. Здесь это к Папу-Ново-Гринея остров относится. В Восточной Индонезии 5,1 на глубине 10 километров. В Филиппине 4,9 на глубине 10 километров. И вот самые свежие острова Япония 78 километров, магнитудой 4,9. Но видно, что за последние сутки так немножко активность стала пободрее, да, согласитесь. Давайте посмотрим, что у нас на Аляске происходит. Ну, здесь не так уж и много землетрясений за последние сутки, всего 5. Ну, смотрите, на Лисих островах здесь 4,3 на глубине 10 километров. А 3,0 в парке Динали на глубине 3,6 километров. А Динали это как раз высочайшая гора Северной Америки, да, там она 5 с чем-то километров, как Эльбрус практически, 5 с половиной. И, в общем-то, она вся в ледниках, одна из сложных гор для покорения альпинизма. Но на нее заходят постоянно, потому что там 7 вершин на разных континентах, самые высокие вершины, и, соответственно, это дает очень много известности. Так, давайте посмотрим теперь Гавайи. Что здесь? Здесь 2,0 на глубине 34 километра, невысокая активность. Вот у Светла у нас активность, наблюдаем, да, там из чего-то леса там стали вымирать. 2,6, вот здесь, например, 36,6 километров. У Орегона 2,8, 10 километров. Вот Северная Калифорния очень плотно, здесь 5 землетрясений. Ну и Южная Калифорния здесь тоже 3,0, 11, 6 километров, 2,3, 9,9. И вот со стороны Мексики 2,3 на глубине 4,2 километра. Так, 3,3 в Техасе на глубине всего 400 метров. Представляете, насколько неглубокое землетрясение. И 2,6 на глубине 5 километров. Давайте посмотрим теперь более подробно, что у нас происходит в районе Пуэрто-Рико. Но очень плотно здесь, да, кладутся землетрясения. Чуть ли не десяток в очень укромном местечке постоянно там происходит. На основном двоечка, это 11 километров. Глубина 3,0, 10,2 километра. Двоечка 13,9. Ну там 10, 15 километров. Ну вот 8 есть, 2,6 на глубине 8 километров. И чуть восточнее здесь 2,3 на глубине 13,4 километра. Ну это мы с вами посмотрели американскую службу. Давайте теперь перейдем к разбору основной карты. Что здесь интересного мы видим. Ну на Азорах 3,0 на глубине 4 километра. Двоечки вот на Канарских островах 1,8, 3,4 километра. Глубина в районе Гибралтара у нас неглубокие двоечки. Здесь где-то в районе 20 километров в среднем. Ну вот есть 1,9 на глубине 1 километр. И вот средней глубины 2,0 на глубине 110 километров. Западная Франция дает 3,25 километров, 2,3,10 километров. Вот здесь вулканический массив центральный 2,2,1 километр. И смотрите какой ароссб здесь на границе со Швейцарией. То есть и около Монблана, и у северной Швейцарии мы видим. Также вот это проблемное место в Польше, где постоянно происходит сейсмичность. Давайте посмотрим. 4,0 на глубине 10 километров. Там какая-то Железная гора или Зеленая гора, не помню точное название. 3,5 на глубине 10 километров, по-моему, Зеленая гора. Но факт в том, что примерно в одном и том же регионе у нас такая регулярная сейсмичность. Так, ну здесь 2,2,51 километр. В Швейцарии, да, в Восточной Италии 2,0 на глубине 60 километров. Вот 4,0 на глубине 3 километра. Да, и там еще повторяется глубина. Там на самом деле 2,6, вот 3 километра где-то в этом диапазоне. Что четко показывает, что что-то там, какое-то препятствие находится. Его пытается Магма сейчас как-то продолбить, да. 3,3 на глубине 24 километра. Для расплавить 2,9, 7 километров. 3,1, 15 километров. Это Южная Италия. В Адриадике 2,4, 11 километров. Здесь из зоны Вранчо, да, и 2,7 на глубине 62 километра. Даже чуть западнее из зоны Вранчо. У Стамбула здесь 2,2, 6 километров. Давайте чуть подробно посмотрим Грецию. На западе здесь 3,6, 10 километров. 3,0. Это Крит 2,4, 5 километров. У Санторини 2,6, на глубине 10 километров. 2,7, 10 километров. Это Родос. По-моему, в Западной Турции тоже здесь двоечки. Вот 11 километров. Вокруг Измира 2,2, 5 километров. 2,0, 5. 2,1. Смотрите, все 5 километров. Ну, 4,2, 1, 4 километра. И в Восточной Турции тоже активность сохраняется. Здесь вот недалеко от Трапзона 2,0 на глубине 5 километров. Потом южнее 3,2, 4 километра. 3,7, 5 километров у Малати. И на границе с Сирией 3,5, на глубине 10 километров. Плюс еще россыпь таких неглубоких двоечек тоже, которые формируют вот эту вот семерку. То есть она сохраняется. Мне кажется, там уже год, год скоро будем отмечать с момента события. Но Таджикистан почему-то здесь, да, нет, можно увидеть, что здесь все-таки есть, да. Но не все. Так, ну, смотрите, прям недалеко от пика коммунизма. Ну, надо же. Вот это новости, да, там, наверное, такие лавины сошли нехилые на пике коммунизма. Там же вот эти все высокие горы, как раз самые бывшего СССР. 5,3 на глубине 15 километров. Вот произошло неглубокое, да, 4,8, 7 километров. Ну, здесь еще в восточной части, там средней глубины была четверочка. Вот такие интересные события. Ну, в общем-то, это, если мы вспомним, проведем анализ, то было на границе с Кыргызстаном, на границе с Казахстаном. Здесь вот все из Токламакана, вот отсюда идет, из этой котловины. И теперь вот дошла очередь до Таджикистана. Плюс мы видим здесь Северная Индия, 3,2 на глубине 5 километров дает. Затем 4,2 на глубине 10 километров в Тибете. И вот как логическое продолжение, здесь 5,4 на глубине 10 километров в Восточной Индии. Плюс 3,0 27 километров. Мьянма 4,3 на глубине 37 километров. Ну, и вспомним, здесь Сачуань тоже давал, вчера мы разбирали. Тоже давал сейсмичность. И по Центральной Индии здесь 2,5 8 километров, 3,3 5 километров. Тут уже продолжается сейсмическая активность. Так, вот Lady Class Club спрашивает, Алекс, а в мониторе землетрясения информация о землетрясении 1 октября в Киргизии магнитуды 6,2. А что-то нигде его больше нет. Или вы смотрите за последние сутки? Я смотрю всегда за последние сутки. Такой ориентир. А вообще могу сказать, откуда это все берется. Это казахстанская сейсмическая служба. Она часто запускает сразу в эфир данные какие-то автоматики, которые не просчитаны, не выверены ничего. И поэтому там очень часто выходят такие малопроверенные информации. Виталий Вишталюк пишет. Спасибо. Благодарю вас. Ну, давайте идем дальше. Теперь у нас вот здесь еще и были северные Курилы. Теперь южные Курилы. 4,6 на глубине 10 километров. Недалеко от Шукатана. Здесь Япония 3,5 50 километров. 4,4 125. Южнее Японии 4,6 10 километров. Здесь 4,4 120. 4,8 103 километра. 4,6 11 километров. Ну, здесь еще одна троечка. Так вот. Получается, северные Филиппины 3,5 18 километров. 3,5 6. 3,2 25. Средние Филиппины 4,9 на глубине 10 километров. И 3,9 21 километра. Южные 3,3 17 километров. Здесь 4,2 15. Это Малуфское море уже 4,1 10 километров. Хальмахера 4,0 10 километров. 3,5 12. Здесь 3,0 10. У Соловейси 3,1 10. 3,2 60 километров. 2,6 11. Вот здесь есть и глубокая. 2,8 264 километра. И 2,8 10 километров. Интересно, что море Сулу здесь, недалеко от Малайзии. 3,6 на глубине 67 километров. Так, смотрим. Суматру здесь 3,7 10 километров. 3,6 17. И 4,6 на глубине 10 километров. Южная Суматра 2,8 22 километра. 2,6 24. Ява дает. И на островах здесь 3,1 126. 3,3 18. Есть здесь и сверх глубокая. Смотрите. 582 километра. И 2,7 251. Тимор 4,1 10 километров. То есть активность-то подросла, да. Обратили внимание. Даже по времени выпуска видно. Мы называем землетрясение. Насколько все больше сегодня. 2,7 10 километров. Амбон. Моребанда 4,3 296 километров. 4,4 187. Западная Папуа. Здесь 4,5 10 километров. Плюс троечки. И по северу Западная Папуа. Здесь 3,5. 3,1 на глубине 10 километров. Ну, в Ирландии 5,7 на глубине 105 километров. Ну, никому это ничем не угрожает. Давайте разглядим Австралию. Что-то она помалкивает. Уже несколько дней нетипично. Тоже Фиджи, Соломоны. Смотрите. Тонго замолчали. Вот 4,4 к югу от островов Кермандек. 216 километров глубина. В Новой Зеландии в проливе 3,1 30 километров. 3,4 17 километров. Южный остров дает 3,1 на глубине. 3 километра. Так. Ну, а мы давайте посмотрим Антарктиду еще раз. В надежде, что когда-нибудь там что-то появится. Ничего нет. И в Африке тоже ничего нет. Переходим в Северную Америку. Но мы разобрали по американской геослужбе. Вот давайте теперь сконцентрируемся на Мексике. Что здесь. Ну, по северу. Здесь 3,3 10 километров. 3,3 15 километров. Заливе 3,9. На глубине 16 километров. Так. У Колемы 4,4 15 километров. 3,6 31, 3,6 5, 3,6 8 километров. Вот такая довольно-таки плотная активность нынче о Акапульке. 3,7 6 километров. 3,6 41. 3,5 2. 3,0 36. Ну, то есть троечки такие поверхностные. Заливе 3,9 17 километров. 3,8 16. Там еще одна троечка есть. 3,7 92 километра на побережье. Чапас 3,7 127 километров. 3,5 71 километра. Сальвадор 3,4 87 километров. И Панама 3,1 5 километров. 3,1 2 километра. Гаити. И 3,1 26 километров. Доминиканская республика. Так, Перу. Северная 4,1 17 километров. В центральном 4,2 134. 4,2 103. И на побережье здесь 4,0 на глубине 42 километра. Так, северная. В Чили 4,5 124 километра. Со стороны Боливии 3,0 166. Ну, как-то активности немного в Аргентине, в Чили. Вот в центральной Чили у Концепсиона здесь 4,4 на глубине 10 километров. Так, ну, в Южной вроде бы ничего нет. Не видно. В Тихом океане по югу тоже вроде бы. Да, вот пропустил комментарий. User XU5. И все-таки потихонечку активируется Калифорния с Ориконом в одну линию, как ученые говорили раньше об активации каскада. Да, но не забывайте, что здесь еще одна линия, которая вот проходит между Техасом, через Аризону. И она тоже активируется. Так, идем дальше. Теперь давайте быстренько проверим по европейской базе данных. Ничего не пропустили ли мы. По Европе примерно все то же самое. Те же самые сейсмические активности. Это Таджикистан. Но вот здесь больше, да, видно, вот, как бы, насколько активна сейчас Индия, Гималая. Вот здесь Восточная Индия, Мьянма. Вот это вот все. Тибет. И Сычуань сюда же. Ну, и Таджикистан тоже можно отнести к этому региону. Так, Южные Курилы, там листья острова Япония. Это все соответствует. В Африке тоже ничего нет. Давайте посмотрим. Теперь экваториальную зону. Здесь, да, все. Мы отметили большое количество. Кермандек. Землетрясение также, молчание, в районе Фиджи. Давайте зайдем в Новую Зеландию, еще и Австралию. Вот так вот с юга. Да, неглубокие в Новую Зеландию, по всем островам. По обоим всего два. Давайте Америку проверим. В Америке, да, вот здесь в одну линию Техаса, Клахома, так выстроились. Большая активность в Мексике. В Южной Америке невысокая активность, да, это в основном в Перу, вот здесь в Север Чили и в Центральной Чили. То есть все совпадает один в один. Переходим теперь к швейцарской базе данных. И что здесь интересно, в Юго-Западной Швейцарии и немножко вот здесь на востоке в районе Санкт-Морец. Ну и, конечно же, активность вот у нас сохраняется в районе Паринтруя, вот здесь вот на границе со Францией. Ну а с вами был Алекс, канал Пережил Лапжи. Отличного упражнения. Продолжение следует... Продолжение следует...